Все рассмотренные методы модификации файловой системы возвращают булевское значение. True в случае успеха, false если что-то не получилось. Это, конечно, не самое удачное решение проектировщика в стандартной библиотеке. Лучше бы все методы в случае проблем бросали исключение, как метод create new file. При текущем подходе приходится, во-первых, писать везде ifы для проверки возвращаемого значения, во-вторых, в случае ошибки нам неоткуда взять информацию о ее причинах. К сожалению, изменить поведение класса файл теперь уже не представляется возможным из соображения обратной совместимости, которая в платформе Java особо тщательно поддерживается. Осознавая все проблемы текущего API, его неудобства и недостатки, разработчики Java в седьмой версии добавили абсолютно новый набор классов. Для работы с файловой системой. Новые классы живут в пакете Java Neo File. Новый API более стройный. Нет булевских флажков, методы бросают исключения. Кроме того, новые классы предоставляют более широкий набор возможностей. Можно работать с расширенными атрибутами файлов, например, с правами доступа или с владельцем. Можно работать с символическими ссылками, в частности, создавать их или узнавать, куда ссылка ведет. Ну и, конечно, появились человеческие методы перемещения и копирования файлов. Аналог класса File в новом API – это интерфейс Java Neo File Path. Он также представляет собой путь к файлу или директории, построенной по правилам текущей операционной системы. Объект Path не привязан к существованию файла на диске. Это, грубо говоря, просто строчка, обернутая набором методов для синтаксических манипуляций. Экземпляры Path получаются через класс Paths и его статический метод Get. Также добавлены методы конвертации. Path в файл и обратно. У интерфейса Path есть аналоги всех синтаксических операций, присутствовавших в классе File. А также добавлены многие удобные методы, которых у файла не было. Например, получение компонента пути по его индексу. Или проверка того, является ли один путь префиксом другого. Или вычисление относительного пути между двумя местами в файловой системе. В интерфейсе Path, в отличие от класса File, нет методов доступа к файловой системе. Когда надо залезть на диск, то это делается через класс Files и его статические методы. Там есть аналоги всех операций, которые были в классе File и даже больше. Наконец-то есть человеческие методы Copy и Move, не имеющие ограничений, связанных с нахождением файлов на одной файловой системе. Опционально туда можно передать дополнительные параметры, например, что делать, если целевой файл уже существует. В новом API заметно отличается получение содержимого директории. Теперь это делается при помощи отдельного объекта, directory stream, получаемого при помощи вот такого статического метода, куда, кстати, дополнительно можно передать фильтр. directory stream представляет собой директорию, открытую на чтеме. Это ресурс операционной системы, который надо освобождать. Поэтому directory stream надо использовать в блоке Trice ресурсами, который гарантирует вызов метода close при завершении блока. Этот код выглядит более громоздко, чем при использовании класса File и его методов List и ListFiles. Но на то есть причина. Директории бывают очень большими, и не всегда хочется зачитывать их содержимое в память сразу целиком. Новый API позволяет обрабатывать содержимое в потоковом режиме небольшими порциями. Для создания директорий есть методы createDirectory и createDirectories. Разница между ними точно такая же, как между методами mkdir и mkdir в классе File. Что касается удаления директории со всем содержимым, то такого метода у нас до сих пор нет. Зато был добавлен общий механизм рекурсивного обхода директорий, при помощи которого можно реализовать как удаление, так и копирование, и все остальное, что потребуется. Для этого есть метод files.wogfile3, который принимает директорию и объект, реализующий интерфейс FileVisitor. В интерфейсе есть методы, вызываемые в процессе обхода. Например, перед входом в директорию, после выхода из директории, после нахождения файла, или после того, как файл нашли, но не смогли прочитать его атрибуты. В данном примере мы воспользовались классом SimpleFileVisitor и переопределили только два из его четырех методов. SimpleFileVisitor сам по себе ничего не делает, и удобен как раз в таких случаях, чтобы от него унаследоваться и переопределить один-два метода. Они все четыре, большая часть из которых будут пустышками. Кстати, методы FileVisitor должны возвращать в специальный FileVisitResult. Говорящий, что делать дальше. FileVisitResult это перечисление, у которого есть такие значения, как продолжить, остановиться и пропустить. Это может выглядеть немного устрашающе, но, к счастью, можно один раз реализовать себе такой FileVisitor, создать его общий экземпляр, записать в какую-нибудь PublicStaticFinal переменную и использовать по всей программе. После этого удаление директории будет записываться в одну строчку. Новый API не только более устроен и функционален, но и более гибко устроен внутри. В частности, он позволяет программистам реализовывать различные виртуальные файловые системы. Например, в стандартной библиотеке есть реализация файловой системы поверх zip-архива. Мы открываем zip и работаем с его содержимым, как с обычными файлами, при помощи тех же классов. Это абсолютно прозрачно для нашего кода, который один раз написан и может быть переиспользован для разных файловых систем без изменений. Ничто не мешает нам реализовать файловую систему, работающую с файлами внутри любого другого типа архива или вообще на удаленном компьютере. Новый набор классов в пакете Java Neo File рекомендуется для использования во всех новых Java программах, так как он по многим параметрам лучше старого. Однако все понимают, что от старого API теперь уже не избавиться. За 20 лет его существования в мире написано невообразимое количество кода, использующего класс Java Neo File, и этот код теперь уже никуда не денется. Поэтому Java программистам приходится знать два разных API для доступа к файловой системе и использовать один из них в зависимости от обстоятельств.